Здравствуйте! На канале ТВН вы смотрите программу «Гость студии». С вами Вадим Ансупов. Сегодня по приглашению Международного медиа-клуба «Инпресса» у нас в гостях российский космонавт Александр Александров. Александр, здравствуйте! Рады видеть вас в Эстонии. Здравствуйте! Я тоже рад быть в Таллине. Мне интересно. Скажите, пожалуйста, как вы отмечаете свой профессиональный праздник – День космонавтики? Как известно, 12 апреля – это День космонавтики. Теперь он признан всемирным. И мы, конечно же, у космонавтов есть такой определенный ритуал, потому что с утра мы идем по памятным местам. В частности, я продолжаю работать на предприятии имени Сергея Павловича Королева, главного конструктора всех наших космических систем. И мы идем на памятные места, где он работал. Там находится мемориальная доска, мы возлагаем цветы. Потом есть на территории предприятия Большой Бюст, который... Королеву. Да, Королеву. И мы там возлагаем цветы тоже. Потом едем на улицу Королева, где тоже стоит во весь рост, может быть, в пять ростов человека, большой памятник Сергею Павловичу, который идет как бы на работу. И мы тоже возлагаем цветы. И потом едем в Аллею Героев в Москве, вам известно, наверное, есть такой северо-восточный район нашей Москвы, где вообще вся космонавтика собрана. И там есть музей космонавтики мемориальный, где жил Сергей Павлович Королев. И там есть Аллея Героев, которые возглавляют в начале Аллеи Циолковский, а потом стоят герои и так далее. И мы там тоже возлагаем цветы. А потом мы едем на Красную площадь и у Кремлевской стены. Также возлагаем и Гагарину цветы в стене его останки, и Сергею Павловичу Королеву, и другим космонавтам. Вот такой ритуал. Потом вечером где-то у нас бывает торжественная часть, где-то в 17-19 часов. Как правило, сегодня это проводится во дворце Кремлевском. И последние два таких события сопровождались показом знаковых фильмов художественных космонавтики. Прежде всего, конечно, нам очень важно, что Владимир Владимирович Путин приветствует нас и перед этим показом говорит несколько слов в честь нашего праздника. Вот так день проходит. — Вам понравилось, что сейчас кинематограф снова как бы развернулся лицом к российской уже космонавтике и выходят фильмы? И насколько они правдивы, на ваш взгляд, эти две картины, которые были в «Время первых». — Да, и «Салют семь». — Да, «Салют семь». — Конечно же, это очень важно, и мне очень это, конечно, симпатизирует, потому что это, наконец, сегодняшняя молодежь может что-то увидеть. И когда мы посмотрели фильм «Время первых», был просмотр сначала в Музее космонавтики, Леонов приезжал, показывал свой фильм, можно сказать. — Потому что он написал книгу и был главным консультантом этого фильма. — Он же картины рисует, рисовал? — Да, рисует картины, и, в общем-то, я видел эти картины, и мне интересно, как это он делает, потому что я тоже неравнодушен к этому делу. — Но, тем не менее, далеко до него, и, в общем, это все здорово. И, несмотря на то, что мы не совсем согласны, что там показано, как показано, с точки зрения профессионалов, я так сказал, что неважно, пусть будет там какое-то отступление от правды, это неважно. Важно, что молодежь это захватывает, и что это интересно. Это главная задача этих фильмов. То же самое о «Салюте семь». И, кстати, я должен сказать, что я был дублером Савиных, который был бортинженером, а мы с Поповым, Джанибековым и Савиных дублировали, и все это могли... — То есть вы могли оказаться в этой ситуации? — Конечно. То есть мы практически сделали бы то же самое, я уверен, что сделали бы. Потому что, конечно же, очень драматично расписывается ситуация, но, вы меня простите, после пожара на «Союзе» на нем спускаться было бы невозможно. Но там это все показано, что это было возможно. Это тоже большое отступление. Несмотря на то, что мы им предлагали наших специалистов, которые могли им проконсультировать эти фильмы, и этот фильм, в частности, «Салют семь», они дали почитать сценарий, сказали, да-да, мы к вам прислушаемся, и ничего не сделали. Сделали все по-своему. Так что, хорошо, что они выходят. Это хорошо. Я вспоминаю свое детство, когда каждый космический запуск, 70-е, 80-е годы, был как праздник, как какое-то событие. Потом наступили 90-е, 2000-е, и космонавтика немножко ушла в тень. Было такое ощущение, что Россия сделала несколько шагов назад, или хотя бы даже остановилась на своем месте каком-то, которое она заняла. Как вы оцениваете ситуацию нынешнюю с космонавтикой в России? Я потом скажу, почему я этот вопрос задал. Я вам скажу, что я бы не сказал и не думаю, что космонавтика где-то там затихла и стала отставать, или там притихла. Просто, сами понимаете, 90-е годы, как мы их называем, лихие для всех стран бывшего Советского Союза, были тяжелыми временами. И должен сказать, что большинство фирм, которые относились к космонавтике, и были поставщиками продукции для создания таких систем, как Союз, Энергия Буран, Энергию Буран создавали 1200 предприятий. Вот какая была кооперация. После 90-го года не осталось ничего. Практически все разрушилось. То есть сегодня создать кооперацию, чтобы построить Буран, уже невозможно. Но это не значит, что космонавтика остановилась и стала исчезать. У нас возник такой период, когда нужно было принимать решение, что делать. И наше предприятие, вот теперешняя Энергия, оно называлось тогда научно-производственное объединение, оно было государственным. И тогда мы решили акционироваться первыми среди космических предприятий. Значит ли это, что вы сейчас стали частным предприятием? Оно было бы частным, если бы его не сделали стопроцентно акции государственными. То есть сейчас мы стопроцентно государственное предприятие акционированное. То есть мы не имеем акции, акции все в государстве. Поэтому, но это тогда нам очень помогло. Мы тогда заключили договор с американцами, а они очень хотели наши технологии. Двигатели? Нет, двигатели это не мы, это Энергомаш, это другая фирма, предприятие. Но оно тоже жило и живет достаточно прилично. Вот эти две фирмы, предприятия, они очень хорошо живут. Живет хорошо Самара, которая строит ракеты «Союз». И даже спутники тоже типа «Союз» делают. Но тогда, в 90-е, нужно было на что-то жить. И нужно было заключать какие-то межправительственные договора и контракты. И мы тогда заключили большой договор, представьте себе, на 350 миллионов долларов. За то, что мы отдаем документацию по кораблю «Союз». И готовы, американцы были готовы его купить у нас, чтобы у себя создавать такой прекрасный корабль. Потому что он зарекомендовал себя как самый надежный и лучший. И сегодня такой есть. Я вас перебью. С одной стороны, сумма 350 миллионов кажется огромной. Но насколько она правдиво оценивает тот титанический вклад, который был... Конечно же нет. Конечно нет. Все оценивается... То есть это была бы выгодная сделка для американцев? Да. Но нам нужно было жить. Выживать. Нам нужно было продолжать. Тем не менее, мы продолжали. Мир у нас летал. Наш собственный мир, который в Союзе был сделан. Его надо было поддерживать. И мы 27 экспедиций сделали на нем и на этом закончили. И здесь в 98-м году, еще раньше, в 96-м, было заключено межправительственное соглашение. Черномырдин Гор подписали эти соглашения. Госсекретарь Гор и Черномырдин с нашей стороны, премьер-министр. И это было межправительственное соглашение о создании Международной космической станции. И в 98-м году первый модуль, который американцы выкупили тоже у завода Хруничева в Москве, который делает вот эту вот большую станцию, саму обечайку. Мы ее начиняем приборами, а они делают, в общем, конструкцию. Эту конструкцию купили и запустили как первый элемент будущей станции. Он наш, но выкупленный американцами. Тоже нам помогло, и мы начали строить вот эту большую станцию. И вот уже больше 17 лет лет, 20 лет уже летаем вместе. То есть сейчас происходит некая кооперация американцев и российских космонавтов. Обязательно. Почему? Потому что станцию нельзя было построить нам двоим, вот с американцами. Мы бы построили, конечно, но без кооперации Европы, Японии, Канады. Канадцы замечательный манипулятор делают, такая рука, знаете, большая. Она стоит на станции, много помогает. Американцы практически с помощью этой руки строили, все присоединяли модуль. И они упрощенно, вот у них подход такой, знаете, практический. Вот мы стыкуемся, летим, радиосистема, наведение, там, состыкуемся, там, все в порядке. А они что делают? Они подлетают, потом рукой берут, его ставят, и все в порядке. То есть у них минимум затрат. Никаких там систем радионаведения не надо. То есть они так вот умеют работать. Сегодня их система грузовая хочет быть транспортной. То есть они говорят, мы сделаем из него, из этого корабля Dragon, Дракон называется, хорошую космическую систему для пилотируемой космонавтики. Пока у них еще на стадии приемки сертификации. Но ведь есть еще и космическая программа Китая. Почему нет сотрудничества с Китаем, но есть сотрудничество с Америкой? Мы неоднократно предлагали китайцам с нами совместно работать по станции, международной станции. Но они говорят, мы бы хотели, чтобы эта станция работала по нашим стандартам. То есть так, как они делают технику. То есть у них свои, ну, дюймы там у американцев, у нас миллиметры, а они по своим стандартам. Давайте мы будем работать по нашим. И тогда они готовы войти в кооперацию. Ну, мы же не можем переделывать все. Поэтому пока они так очень осторожны. Но наблюдатели, они во всех наших делах участвуют. И есть у нас договора, особенно по беспилотным системам. Они работают и с Европой, и с нами. В общем, у них все хорошо получается. У меня ощущение, что китайцы как в политике наблюдатели, так и в космосе они наблюдатели. Да, но они осторожные люди и мудры. Наверное, это правильно. Насколько вам кажется, сейчас они преуспели в космической области? И может ли случиться так, что в ближайшие 10-20 лет Китай станет номер один космической державой? Ну, с точки зрения создания новых систем, я не думаю. Потому что все-таки они всю жизнь, начиная с авиационных и ракетных... Копируют? Они хорошо копируют. Мы им подарили тогда первую свою отечественную, первую ракету. 8G-38 она тогда называлась. Это маленькая ракета, она на 300 километров всего стреляла. Но, тем не менее, они с этого начали копировать свое и делать. Но это небольшой, понимаете, скачок от копирования до нового изделия. Оно не сильно отличается. Поэтому вот те ракеты, которые у них есть, они, конечно, похожи очень на копии наших всех ракет. Тем более, они когда к нам приезжали очень часто, и наши ездили даже лекции, читали по нашим системам кораблей и станций, они настолько начитали, что мы увидели в Китае корабль транспортный, сделанный просто а-ля Союз. Ну, точно, Союз. И скафандры такие же. Ну, все. То есть, у них этот Союз легко полетел, и они сейчас культивируют разработку новой станции, и они делают эту станцию. Но она пока только копия. Я теперь вернусь к тому вопросу, который задавал по поводу места России в нынешней космонавтике, потому что на слуху сейчас американские проекты, полеты на Марс, Илон Маск, коммерческие. А вот с точки зрения того, что какие-то нововведения, там, полет на Юпитер, еще куда-то, не слышно ничего от России. Ну, Юпитер я в качестве просто примеров привел. Ну, почему? Мы на спутнике Юпитера хотели, у нас есть эта программа, она еще живет. Это предприятие, которое называется Космическое объединение имени Лавочкина в Москве, оно занимается исключительно программами дальнего космоса. И сегодня у нас есть лунная такая программа, которая будет работать по схеме более глубокого изучения и бурения в глубину на 3 метра приблизительно. То есть, вот эти слухи, которые ходят по поводу новых экспедиций на Луну, это не слухи? Это автоматы пойдут обязательно. Другое дело, что, значит, мы там не готовы завтра луноход запустить, но он сейчас нам так и не нужен. Нам нужна станция где-то у полярного круга на Луне, где есть лед и где интересно пробурить глубже 3 метров. Тогда мы поймем, что мы... Потому что приземляться сегодня и американцы, и мы, и китайцы хотят где-то там в полярной области. Потому что это интереснее, это нужнее. И когда будет такая экспедиция пилотируемая, у нас это ближе к 30-м годам, у американцев она уже ближе к 25-му году уж точно она будет, 24-й год они называют, но это похоже. И сегодня они заканчивают свою мощную ракету, и спутник, вернее, корабль «Орион», который тоже уже на выходе практически. Поэтому мы, думаю, будем тоже свидетелями первых перелетов в скором времени со стороны американцев. Здесь они нас опережают и по носителю, и по кораблю, и, наверное, китайцы тоже. Но там непонятно, понимаете, они очень скрытные, и не поймешь, какие там у них сроки, и сколько у них там еще надо сделать. Что касается нас, то наш корабль «Федерация», который также очень похож на «Орион». Сейчас у всех приблизительно одинаковая схема. Капсульная схема, 7 человек максимум на роду, как правило, это будет 4, а на полет к Луне это 3, наверное, человека или тоже 4. И разгонные блоки, которые позволяют нам довести всю эту нагрузку, межорбитальные. И для этого нужен еще носитель. Для того, чтобы нам вывести 25-тонный корабль, нужно все-таки ракету помощнее, чем... Ну, протон — это вещь такая в себе, она около 20 тонн берет, но она грязная ракета, мы не хотели бы ее больше использовать. А что значит грязная? Грязная — это значит, она работает на компонентах диметилгидрозин. То есть это очень ядовитое. Это практически кислота азотная. И топливо тоже несимметричное, диметилгидрозин и отин — это компоненты, которые вредны для экологии. Поэтому все бы хотели работать на кислороде и керосине. Кислород — это вообще ничего. А керосин, он достаточно нейтральный и высохнет, и слава богу. Поэтому вот американцы и мы идем по этой схеме. И первые ступени у нас вот такого топлива. Поэтому мы сегодня стоим перед задачей, как быстро построить, называется она, «Союз-5», которая должна выводить минимум 35 тонн. Вот такая задача. Но эту задачу, опять же, мы головная организация, которая должна весь этот комплекс вести. Но вы знаете, у нас есть трудности, связанные с тем, что очень много ушли наши ветераны, знающие и понимающие, и сегодня молодежь, которую надо организовывать, это на это время нужно. А молодежь идет сейчас в космос? Чем привлекательно? Вот в 70-е, 60-е годы это была романтика, да? Сейчас, наверное, только звонкой монеты? Или есть романтика? В том-то и дело, что у нас какой-то парадокс. У нас молодой специалист из института, ну, представляете, ему в первый день службы дают 25 тысяч, ну, максимум еще там до 30, чуть-чуть. Это же молодежь отворачивается и говорит, я пойду лучше в банк работать. Поэтому у нас есть тут трудности, и руководитель Роскосмоса заявил о том, что кадровая проблема для нас сегодня должна быть решена. Это первый тот путь, который мы должны выполнить для того, чтобы идти вот этой дорогой освоения новых систем. Александр, если вернуться к лунной программе, педалируют и везде в интернете ходят слухи о том, что когда американцы слетали на Луну и когда советские корабли были на Луне, то там увидели какие-то вообще невообразимые, чуть ли не космические корабли пришельцев, и потом на много-много лет был просто запрет туда летать, и никто туда не совался на Луну. Теперь вдруг опять этот интерес к Луне. Почему этот повтор происходит? Почему это возвращение к Луне? Ну, я думаю, что, во-первых, я хорошо знаю за, можно сказать, 25 лет общения с американцами по разным программам, и я был руководителем объединенных программ по пилотируемой космонавтике, и, в общем, мне пришлось много общаться с ними и побывать в различных местах и в цехах заводов, где изготавливались их корабли «Аполло». Я хочу сказать, что астронавты такие же нормальные ребята, как и наши космонавты, в том смысле, что у них нет каких-то загадок такого типа, что он что-то увидел и никому ничего не сказал, или ему запретили говорить, и после этого пошел какой-то запрет. Может быть, что-то и было, но я не думаю, что какая-то мистика там была, ничего там не было. Сейчас вот говорят, могут увидеть или видели какие-то предметы, которые там расположены. Все это, понимаете, на грани «мне видится крест, а тебе видится пирамида» и так далее. И те все возгласы о том, что какие-то человечки приходили и говорили «а вы тут ничего не найдете, уходите», это тоже все так на грани фантазии. Поэтому речь идет только о том, что американский президент сегодня сказал, что мы должны вернуться на Луну не потому, что мы должны ради того, чтобы вернуться, а чтобы вернуться на новом фундаментальном уровне, то есть на уровне подготовки к тому, чтобы создать там временную базу, для того, чтобы уметь жить там некоторое время, пусть это не долгое время. И мы тоже самое сейчас думаем, что для того, чтобы освоить более подробно с тем же литием-3, гелием-3 и со всеми другими элементами, которые мы там можем встретить, надо, по крайней мере, там химическую лабораторию на месте устроить и посмотреть, что же мы там можем получить и как это можно все переместить. Можно ли тогда сказать, что в космосе мистики нет? Есть непонятные явления, которые я тоже наблюду. Физически, там какой-то свет, какие-то огни или какой-то предмет, может быть, я видел, но не мог объяснить. И это можно назвать как хотите, НЛО, не НЛО, но он не создавал никаких таких движений или явлений, которые бы были вообще сверхъестественные. Ну, например, летит вертикально и тут же горизонтально. Таких я не видел, и мои коллеги тоже, по крайней мере. А на Земле это видели, и поэтому там третье-четвертое измерение или какой-то параллельный мир. Надо смотреть больше на Земле, чем в космосе, потому что там все попроще. Это прям великолепный ответ, что в космосе все попроще. Скажите, пожалуйста, а сколько по времени лететь от Земли до Луны на ракете? Два дня. Два с половиной дня. То есть, если делать базу на Луне для того, чтобы дальше покорять дальний космос, насколько это выгодно? Американцы так и хотели. Мы это не признавали. А Россия считала, что мы полетим на Марс напрямую. Так. Вот сегодня мы тоже склоняемся к тому, что все-таки с Луны-то лететь проще. Удобнее. Удобнее, потому что затрат энергетики меньше. Но, с другой стороны, надо на Луне сделать то самое, что будет заправлять эти ракеты, которые будут уходить туда. Поэтому здесь надо считать, все смотреть. Но, наверное... Дело в том, что ведь мы уходим к Марсу с орбиты Земли. Вот выводим на орбиту Земли, на 400, допустим, километров, большие массы для стыковки и разгона туда. То же самое можно сделать и на лунной орбите. Но с лунной орбиты уходить легче. Поэтому вот здесь дилемма эта будет решаться, все будет считаться и определяться, каким образом. Прежде всего, надо создать вселеноцентрическую орбитальную станцию. То есть в точках Лагранжа, а это точки, их 5 штук, или, по крайней мере, 3 для нас удобные, где притяжение Луны и притяжение Земли уравниваются. И точка находится в полном равновесии, где никто ее не тянет ни туда, ни сюда, где невесомость в гравитации двух планет. Поэтому вот в этих точках, если поставить, и они будут стоять, эти станции, оттуда запускаться легче. Импульс вылета будет практически не уменьшен за счет того, что нужно притяжение этой планеты преодолевать. Я понимаю, не будет такого сильного притяжения, нет столько топлива и расходов. Это как запускают с экватора ракеты, и оттуда удобнее. Да, то же самое мы делаем с экватора, когда мы вращение Земли используем для того, чтобы улучшить свои показатели в наборе скорости. Тогда возникает вопрос, почему Марс? Почему Марс? Зачем он нам? Марс нам не для жилья нужен. И вообще, когда говорят, что нужно куда-то цивилизацию переводить, это мысль очень такая фантастическая, потому что как Маск вообще в этом смысле авантюрист. Он сказал, я миллион человек отвезу на Марс. Но это смешно. На чем он отвезет миллион человек? Это ему нужно несколько лет возить, если даже в него будут сегодня корабли. А кораблей нет. Это непростое дело сделать герметичный корабль, хотя бы сто человек посадить. Это очень сложно. Это просто авантюризм. Сегодня заявлять, что я перевезу. Свой автомобиль он может забрасывать сколько угодно в сторону Марса. Это железка. Но когда людей, это совсем другое дело. Это целая система. Это, понимаете, инфраструктура. Это обеспечение безопасности. Это там, ну, все. Это инфраструктура жизни людей. Как там вообще разговаривать? О каком количестве? Так почему Марс? Марс, потому что это ближайшая планета, которая по физическим показателям собственной планеты близка к Земле. Потому что ни на одной планете нет атмосферы. На Марсе тоже нет атмосферы. Но там, по крайней мере, минимум этой атмосферы есть. Там ветра дуют. Там пыльные бури есть. Там неизвестно, тоже может быть, какая-то вода есть. Марс это то самое, что ближе всего. Потому что лететь на Плутон, естественно, это мертвая такая планета. На Сатурн тоже непонятно. То есть, это дальние все планеты. А Марс это более-менее близко. И то не для переселения. А может быть, просто для того, чтобы... Ну, человек не может жить на своей Земле и не ходить в плавание, как Колумб открывал Америку. Поэтому что-то надо открывать. Вот давайте на этой замечательной ноте о том, что... Я надеюсь, мы еще увидим покорение Марса людьми. Мы закончим наше сегодняшнее интервью с российским космонавтом Александром Александром. Спасибо большое. До новых встреч.